Друзья, всем привет! И в этом видео мы с вами поговорим о структурных схемах в Revit. В действительности известно, что проектировать структурные схемы в Revit достаточно проблематично в сравнении с AutoCAD, то есть я имею в виду именно для сетей связи, для пожарной сигнализации и так далее. Потому что структурные схемы у нас состоят из 2D примитивов, они не имеют в принципе никакого отношения к самой модели, и как правило состоят просто из блоков и линий. По сути, это ничем не лучше AutoCAD. Субтитры создавал DimaTorzok Однако мы все чаще сталкиваемся с требованиями заказчиков о том, что даже если вы разрабатываете структурные схемы где-то за пределами Revit, то есть, например, в AutoCAD, вы должны загружать эти схемы обязательно в модель, как импорт. Как это сделать? Сейчас у меня вот здесь есть схема домофонии, домофонии я ее удалю отсюда и покажу, как загружать в таком случае нужно схему. Вот у нас есть некая модель. Для того, чтобы загрузить схему, которая сделана в AutoCAD, нам необходимо перейти на чертежный вид. Чертежный вид – это функционал, который у нас представлен на вкладке «Вид». Здесь у нас виды в плане, которыми мы часто пользуемся, и вот рядышком между спецификациями, видами в плане есть чертежный вид. Активируем, вводим название, например, схемы SVDS. Далее выбираем масштаб. Ну, тут зависит от того, в каком масштабе у вас еще сделана схема. Выбираем один к одному. Здесь главное не перепутать ничего. То есть, если у вас не получается, масштаб можно переключить и в процессе, даже после того, как вы уже подгрузили вашу схему. Это очень легко потом проверить, влезает она на лист или нет. В этом, собственно говоря, вся проверка. Нажимаем «Ок». У нас свободное пространство образуется здесь, и нам теперь необходимо загрузить схему. Переходим на вкладку «Вставить». Далее находим здесь «Импорт саппор». Обратите внимание, с саппор еще у нас есть «Связь саппор». Чем отличаются импорт и связь? Связь у вас подгружает ваш DWG-формат, вашу подложку, и образует связь между этим файлом и моделью. То есть, если вы что-то обновите в этом исходном файле DWG, то у вас, соответственно, после обновления модели, в Revit, когда вы перезашли, эта схема тоже актуализируется, обновится. Казалось бы, одни плюсы. На самом деле, минус в том, что могут быть проблемы, если вы переместите в другую папку ваш исходный файл, вашу схему. То есть, он может потеряться. И бывает, что документация должна быть зафиксирована. То есть, если там что-то кто-то поменял или удалил, или пересоздал файл, то здесь у вас все потеряется, придется перезагружать заново. Поэтому, ну, в этих случаях я советую использовать все-таки Import Support, потому что он фиксированное состояние вашей схемы загрузит в модель. Именно это нам и нужно. Итак, Import Support. После чего появляется окно, в котором необходимо выбрать схему. Вот оно, например, схема DF. Выбрали. И дальше мы смотрим, у нас внизу есть еще некий функционал. В принципе, здесь ничего менять не нужно в данном случае. То есть, все сохранить, цвета сохранить. Ну, есть еще черно-белый вариант, если вам это нужно. Единицы при импорте. Ну, автоопределение можно оставить или поставить миллиметры, например. Я здесь, в принципе, советую ничего не трогать. И нажимаем Открыть. У вас подгружается схема буквально через несколько секунд. Далее необходимо сделать следующее. Вы ведь будете подгружать эту схему на лист. Скорее всего, будет такое требование, да? В том числе для того, чтобы, например, сделать правильную нумерацию листов в модели. Вам необходимо, чтобы все эти листы были чем-то заполнены. Поэтому мы вот этот штамп, который у нас из автокада, сейчас просто отсюда удалим. Для этого выделяем наш подгруженный импорт. И воспользуемся командой Расчленить. Кликаем, может пройти некоторое время. Ряд каких-то супер мелких элементов у нас будет удален. Так бывает. Но, как правило, если это три элемента, вы это даже не заметите. Теперь у вас поэлементно ваш чертеж. То есть, вы можете отдельно выбирать каждый фрагмент. Расчленять дальше я не советую, потому что тогда элементов будет слишком много. Вероятность, что будет тормозить, она значительно повышается. Далее необходимо убрать вот этот штамп вместе с рамкой. И оставить, по сути, только графическую часть. Примечание можно сюда перенести куда-нибудь. И теперь у нас все готово. Что касается масштабов. Обратите внимание, что масштаб можно переключать в процессе, как я уже говорил. Допустим, я переключу на 1 к 50. Вы сейчас увидите изменения сразу. Ну вот, да. То есть, сразу изменился текст относительно линии, относительно элементов. И как бы вы можете подстраивать масштаб в зависимости от того, в каком масштабе был сделан исходный файл. Далее нам необходимо перенести данную схему на лист. Мы создаем лист. Вкладка вид. Лист. Это шаблон ADSK. И здесь есть форма 3.5.6. Я советую работать в нем, если у вас нет специализированного шаблона. То есть, просто на голом ревите вы нормальный лист по ГОСТу создать не сможете. Поэтому пользуйтесь шаблонами ADSK. Форма 3 нас интересует. Лист создан. Теперь нужно выделить его и настроить формат. Там был формат А1. Мы сейчас его здесь тоже настроим. Выделили лист. И находим, здесь есть у нас графа размеры, формат А. Вместо тройки ставим единичку через вот эти стрелочки. И книжная ориентация. Немножко прогрузилась. И вот готов наш лист. Штамп мы сейчас заполнять не будем. Я думаю, здесь все в целом понятно. Для того, чтобы подгрузить, можно перетащить. То есть, найти вот здесь вот список. С чертежными видами бывают проблемы. Потому что они могут улететь куда-то сюда в вопросительные знаки. Если для них не назначен какой-то шаблон и название раздела под раздела, они улетят неизвестно куда. Поэтому, чтобы сильно долго не искать, есть другой способ. Вот вы пустой лист создали. И дальше. Находите вот это место, где создается лист. И ниже, буквально на одну строчку, есть команда вид. Разместить вид. Добавление вида на лист. Нажимаем. И у нас тут список всех наших планов, видов, которые, в принципе, есть в проекте. Включая спецификации. И здесь обратить внимание до двоеточия, то есть до названия вида. Есть тип этого вида. То есть, план этажа, план потолка, разрез, спецификации. И чертежный вид сам внизу по алфавиту, да, очевидно здесь. Находим нашу схему. Выделяем ее и нажимаем добавить на лист. Нам предлагается выбрать область, куда мы поставим. То есть, ровно вот сюда она у нас влезает. Как видите, очень аккуратно и замечательно. Вот таким образом мы перенесли нашу схему. Значит, если есть необходимость объединить эти элементы, это можно сделать уже, ну, непосредственно перейдя вот сюда. То есть, мы два раза кликаем, проваливаемся сюда. Можно снова их объединить, но уже объединить, например, через группу. В принципе, это делать необязательно. На мой взгляд, можно оставить так. То есть, если вы не чувствуете, что у вас что-то сильно тормозит, то, в принципе, не трогайте, оставьте все как есть. В данном случае вы можете редактировать и текст. То есть, он у вас подгружается из автокада. Обратите внимание, появятся новые шрифты, то есть, которых раньше в Ревите не было. Когда вы импортируете из автокада, у вас может много шрифтов новых появиться. И чем больше вы расчленяете, тем больше разнообразия может быть внесено. Поэтому иногда разводится здесь бардак. Поэтому будьте, пожалуйста, здесь внимательны. При необходимости нужно чистить чертежи и убирать оттуда все лишние шрифты, элементы и так далее. Вот это один из способов, которым реализуется проектирование структурных схем в Ревите. То есть, резюмируя. Мы сначала чертим схему в автокаде, так как многие привыкли. После чего создаем чертежный вид в самом Ревите. Назначаем правильный масштаб. Выполняем import support команду. Подгружаем нашу схему. Расчленяем ее. Удаляем оттуда штамп и все лишнее, если таковое имеется. После чего создаем лист и переносим при помощи команды добавить вид нашу схему. Когда мы ее перенесли, заполнили штамп, отлично, у нас есть готовый чертеж для выпуска проектной документации. А в дальнейших видео мы с вами поговорим о том, как чертить схему в Ревите с нуля. Дело в том, что черчение само по себе не представляет никакой сложности. Оно очень похоже на автокад и даже в чем-то удобнее и проще. Однако, как и все в Ревите, оно требует базовой подготовки. То есть, наличие определенных семейств, наличие определенных типов и стилей линий, наличие фильтров и так далее. И мы в следующих уроках обязательно с этим разберемся. Друзья, приглашаем вас в учебный центр АМС. За 10 лет мы обучили более 30 тысяч специалистов, которые теперь применяют свои знания и навыки работы в программах для построения успешной карьеры и заработка на любимом деле. У нас вы сможете освоить Ревит в направлениях архитектурного проектирования, проектирования и дизайна интерьеров, разработки проектов железобетонных конструкций, сетей связи и проектирования электрики. Быстро освоите Автокад на продвинутом уровне и будете одинаково хорошо владеть точным 2D-проектированием и 3D-моделированием. Также мы предлагаем обучение по 3ds Max. Это курсы интерьерной и архитектурной визуализации в 3ds Max, Corona Render и Photoshop и курс по продвинутому моделингу мебели. Ну и в направлении Архикад у нас представлен общий курс Архикад на 100% по всем возможностям программы, специализированный курс для дизайнеров интерьера и большая учебная программа для ландшафтных дизайнеров. Обучаясь у нас, вы получаете пожизненный доступ к постоянно обновляющимся учебным материалам, плюс персональное кураторское сопровождение на целый год. За время обучения вы создадите несколько рабочих проектов в свое портфолио и получите сертификаты международного образца, так как IMS является авторизованным учебным центром Autodesk и Graphicsoft. Приходите и вы и станьте востребованным, современным и, самое главное, высокооплачиваемым специалистом. У нас есть бесплатные базовые курсы, короткие интенсивы и большие программы обучения. Каждый найдет то, что ему подходит. Все необходимые ссылки вы сможете найти в описании под данным видео. Желаем вам приятного и продуктивного обучения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова